Что собой представляет мазь Вишневского? Для чего применяют это средство? Из чего состоит мазь Вишневского? Какая польза от мази Вишневского? Способна ли эта мазь нанести вред организму? Есть ли противопоказания к применению мази Вишневского и побочные эффекты? На эти и другие вопросы мы постараемся вам максимально подробно ответить в этом ролике. Но прежде, мы бы хотели поприветствовать вас на нашем канале и поблагодарить за подписку. А если вы еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных и информативных видеороликов. Все знакомы с мазью Вишневского. Это старое проверенное средство, которое еще с древних времен помогает бороться со многими заболеваниями. Она помогает избавиться от язв, фурункулов, нарывов, пролежней, ушибов и от множества других болячек. И скорее всего, эта мазь в наше время есть в аптечке у каждого. Другими словами, ее называют линемент бальзамический. Мазь Вишневского пользовалась особой популярностью в советские времена. Ее изобрел еще в 1927 году сын министра здравоохранения СССР советский хирург Александр Васильевич Вишневский в качестве вяжущего антибактериального средства, которое ускоряет процессы регенерации. Она обладает достаточно сильным характерным запахом. Ее применяли во время Второй мировой войны в советской армии. И в то время эта мазь действительно помогала бороться с некоторыми воспалениями, затягивала раны, устраняла зуд и даже избавляла от болевых ощущений. Без данного средства было достаточно трудно представить себе аптечку граждан. Механизм действия этой мази достаточно прост. Она покрывает рану воздухонепроницаемой пленкой, тем самым стимулирует нагревание тканей и вытягивает гнойный эскудат. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В результате нагревания под слоем мази активно росли микробы. Это могло привести к серьезным осложнениям, в том числе и к гангрене. Отсюда развелось мнение, что мазь Вишневского может нанести вред человеческому организму, поэтому стоит ее оставить в прошлом. Мы предлагаем прямо сейчас разобраться в данном вопросе и внимательно ознакомиться с полезными свойствами мази и с ее недостатками. Но для начала давайте разберемся в составе данного средства. Из чего состоит мазь Вишневского? Итак, из каких же компонентов состоит мазь Вишневского? Их всего три. Это березовый деготь, который оказывает согревающее действие, касторовое масло в качестве основы и ксероформ в качестве антисептика. Он устраняет зуд, усиливает местный кровоток и обеззараживает. Пожалуй, начнем наш разбор с березового дегтя. Его очень легко узнать по характерному аромату. Деготь образуется в процессе сухой перегонки древесины и угля, когда нагревается сырье. Нагрев может быть в пределах 500-1050 градусов по Цельсию. Этот способ может называться коксованием или полукоксованием в зависимости от заданной температуры. Дегтя в составе мази примерно 30 граммов, столько же и ксероформа. Последний обладает антисептическими свойствами, он оказывает успокоительное действие и не вызывает раздражения. Остальное – это касторовое масло. Как мы уже сказали выше, это и есть основа мази Вишневского. Это масло обладает большим количеством положительных свойств. Оно обладает рассасывающим, ранозаживляющим, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Также оно помогает смягчить поврежденный участок кожи, благодаря чему остальные компоненты проникают в более глубокие слои. Некоторые специалисты утверждают, что некоторые антибактериальные средства, которые широко применялись в прошлом веке, способны убить лишь несколько микробов, а остальные же остаются в добром здравии и продолжают размножаться, а разные типы ран требуют разного ухода. Для каких же целей можно применять мазь Вишневского? Теперь мы предлагаем вам отдельно разобрать цели, для которых применяют мазь Вишневского. Это средство помогает от множества болезней. Его широко используют в гинекологии, для лечения варикоза, гемороя, многих гнойных заболеваний, пролежней, обморожений, ожогов. Также эта мазь помогает избавиться от угревой сыпи и ускоряет созревание перчей. Для того, чтобы вытянуть гной из уже созревшего фурункула, необходимо нанести мазь на марлевую повязку и наложить на 10 часов. По истечении этого времени повязку нужно снять, протереть фурункул спиртом и наложить новую. Данную процедуру следует повторять до тех пор, пока не наступит полное излечение. Как правило, этот момент наступает уже после двух или трех процедур. Если вы страдаете от угревой сыпи, то просто нанесите мазь на пораженные участки кожи, наложите марлю и зафиксируйте пластырем. Делайте процедуру перед сном, а на следующее утро снимите повязку. Также можно точечно наносить мазь ватной палочкой на угри и обновлять каждые 2 часа. При обморожениях, ожогах или пролежнях мазь вишневского необходимо наносить на пораженные участки толстым слоем и накрыть сверху стерильной повязкой. Такую процедуру можно делать от 1 до 3 раз в сутки, но не чаще. При каждой смене повязки необходимо тщательно удалять старую мазь с помощью ватного диска. Процедуру необходимо делать до тех пор, пока не наступит полное заживление. Мазь вишневского станет идеальным вариантом для борьбы с мозолями на ногах. Особенно, когда мозоль вскрылась. Просто нанесите немного мази на кусочек марли, наложите на рану и зафиксируйте. Снимите повязку через 7 часов. Это отличное средство для вытягивания подкожного гноя. Оно подойдет на той стадии, когда операционное вмешательство еще не показано, а подкожный гнояник уже доставляет дискомфорт. Наложите на пораженный участок кожи повязку, смазанную мазью вишневского на ночь. Очень важно использовать этот метод исключительно на начальной стадии заболевания. В противном случае проблема лишь усугубится. Многим известно, что мазь вишневского широко применяется в гинекологии. Она оказывает положительное воздействие на заживление слизистых оболочек. Мазь вишневского помогает в следующих областях гинекологии. Спайки, непроходимость маточных труб, эндометриоз, послеоперационные швы, послеродовые трещины и разрывы, воспаление придатков, эрозия шейки матки. Когда речь идет о лечении разрывов швов и трещин, мазь вишневского необходимо наносить непосредственно на травмированные участки до полного заживления. Обычно такое лечение назначается в комплексе с другими препаратами. Мазь используют самостоятельно для профилактики воспаления придатков. Также для лечения придатков и эрозии из ваты необходимо сделать тампон, смазать его мазью вишневского и ввести внутрь женского полового органа. Делать это необходимо на ночь. Процедуру следует повторять в течение двух недель. Если вам необходимо лечение геморроя, то мазь обычно наносят наружно тонким слоем. Она улучшает регенерацию и местное кровоснабжение. С помощью данного средства можно избавиться от заболевания на ранней стадии. Также эта мазь существенно уменьшает отечность и помогает избавиться от болевых ощущений. Есть два способа лечения. Первый. В течение суток наносить мазь в виде компресса на пораженный участок. Компресс нужно менять каждые 2-3 часа. При этом необходимо тщательно удалять остатки мази от предыдущего раза. Второе. Поставить компресс с мазью вишневского на ночь. Очень важно, чтобы обрабатываемое место было чистым. Если под слоем мази будут даже незначительные загрязнения, они не просто помешают заживлению, но и приведут к еще большему инфицированию. Следовательно, перед процедурой можно принимать ванночки с раствором марганцовки. При лечении варикоза можно чередовать мазь вишневского с мазями, в составе которых находится гепарин. На варикозные язвы необходимо накладывать повязку, смазанную мазью вишневского, дважды в день. Если заболевание не было запущенным, то данное средство непременно поможет избавиться от варикоза. Мазь вишневского также помогает и от множество других заболеваний, например, от гайморита, мастита, наружного отита, радикулита, лимфангоита, лактостаза. При укусах насекомых мазь поможет снять зуд, если ее нанести на рану. Еще с давних времен это средство хорошо помогало при псориазе и дерматитов. И, конечно, мазь вишневского является надежным помощником в области хирургии. Польза и вред мази вишневского. О пользе мази вишневского можно говорить долго, как вы уже поняли, она помогает бороться со множеством заболеваний. Данное средство нашло широкое применение в самых разнообразных областях медицины. Но, как утверждают многие ученые и врачи, всему приходит конец. Согласно мнению некоторых из них, мазь вишневского была отличным средством 90 лет назад, но не сейчас. Кроме того, по некоторым данным, длительное применение мази вишневского может спровоцировать увеличение риска возникновения рака кожи, а возможно и лейкемии. Причем, речь идет не только о пациенте, а и о докторе, который наносит мазь на пораженные участки и часто использует именно этот препарат. Также стоит отметить, что активность данного средства против новых штаммов некоторых микроорганизмов вызывает определенные сомнения. Но, с другой стороны, некоторые компоненты, входящие в состав мази, обладают мощной противомикробной активностью, но проявить ее мешает масляная структура данного средства. Отдельно хотелось бы выделить побочные эффекты и противопоказания данного средства. Основным противопоказанием к применению этого средства является индивидуальная непереносимость определенных компонентов, которые входят в его состав. Мазь нельзя наносить на влажные открытые раны, в противном случае вы только усугубите ситуацию. Мазь не должна попадать на слизистую рта и в глаза. Если использовать данное средство правильно, никаких побочных эффектов у него не будет. Мазь Вишневского нельзя использовать слишком часто, поскольку может возникнуть зуд, шелушение или раздражение. Если все-таки это произошло, то препарат немедленно стоит отменить. Таким образом, мазь Вишневского помогает при незначительных проблемах. Если говорить о более запущенных ситуациях, лучше прибегать к помощи посерьезнее. Мазь Вишневского была достаточно эффективным методом для своего времени. Она помогала справляться с насущными проблемами, противостояла микробным инфекциям, лечение которых не поддавалось воздействию антибиотиков. Благодарим вас за просмотр этого ролика и рекомендуем подписаться на наш канал прямо сейчас. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных видео.